Обсудим и эту тему, и планы Рады на ближайшие пленарные недели с представителем оппозиции. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, гость подробностей недели. Приветствую вас, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. Ну смотрите, мне кажется, моя коллега Павлина Василенко права. Будут расти долги, как снежный ком. Сейчас уже около 30 миллиардов. Они ведь не один год накапливались, эти долги. Новый отопительный сезон, к весне эксперты прогнозируют до 50, эта цифра уменьшится. Что со всем этим делать, с этим валом? Ну о чем с того, что сегодняшняя правительство и предыдущая сделали дичайшую глупость, когда 8 раз подняли цены на газ, из-за чего, собственно говоря, произошло повышение тарифов для населения. Вот когда сделали такой подъем тарифов, которые люди вообще не могут платить, и всю страну посадили на субсидии, дальше выяснилось, что не хватает субсидий в бюджете. И сегодня дефицит субсидий уже мы видим около 15 миллиардов за этот год. Поэтому эти долги накопились недавно. Это накопилось за последние три года. И они действительно будут расти, потому что люди просто не в состоянии платить. Какой из этой ситуации выход? Во-первых, убрать эту несправедливость, тарифы снизить нужно в два раза. Сколько невозможно объяснить, почему газ собственной добычи, себестоимость которого 700 гривен, должен продаваться за 7 тысяч. Даже со всеми налогами, с отчислениями, с инвестиционными составляющими, это около 2,5 тысяч. Поэтому надо снижать тарифы минимум в два раза, и тогда вся страна не будет заложником субсидий. Тогда люди смогут платить. А так это в ком будет нарастать. При низких тарифах, возможно, и о субсидиях можно будет забыть. Если говорить о следующей пленарной неделе, Юрий Анатольевич, главный вопрос запланированный, это пенсионная реформа. Ваша фракция готова поддержать проект, который прошел уже первое голосование? Там два вопроса, которые вызывают резонанс в обществе. Это пенсионная реформа и медицинская реформа. Мы считаем, что обе реформы не готовы. Обе реформы породят еще больше хаос в стране. Особенно пенсионная реформа, которая абсолютно неправильно сделана правительством, когда вообще лошадь поставили впереди телеги, и пытаются, воззади телеги, пытаются сдвинуть эту конструкцию. Поскольку что произошло? МВФ требует снижения дефицита пенсионного фонда. Что должно сделать нормальное правительство? Оно должно увеличить наполнение фонда для того, чтобы уменьшить дефицит. Для этого надо либо повысить среднюю зарплату по стране, и увеличить количество рабочих мест, потому что сегодня один работающий кормит одного пенсионера в нашей стране. И при существующей средней зарплате в 7 тысяч гривен, 20% отчисления в пенсионный фонд, вот 1400 гривен может быть пенсия без дефицита. Пенсия около 2000, то есть, соответственно, есть дефицит. Поэтому правительству надо думать о том, чтобы поднимать либо зарплату, чтобы увеличить отчисление, либо чтобы не один работающий кормил одного пенсионера, а их было два, как это в Европе. Пошли по самому тупому неправильному пути. Просто сократили выплаты из пенсионного фонда, уменьшили их, и за счет этого отчитываются перед МВФ о том, что будет ликвидирован дефицит. Естественно, мы на это пойти не можем, поскольку у нас уменьшится количество пенсионеров, получающих пенсию. Берем второй вопрос, медицинская реформа. Понятно, что медицину надо реформировать, все недовольны, 70% населения считает, что медицина отвратительна. Но надо же подумать, как это сделать. Они пошли по какому пути, взяли первое, практически узаконили платную медицину, то есть, если человек приходит делать операцию, он должен за нее платить, и непонятно, откуда он возьмет деньги для него. То есть, страховая медицина, как таковая, не отработана, как во всем мире, есть страховая компания, которая оплачивает услуги, медицинские услуги. Ну, вот только что Юрий Левченко в предыдущем разговоре говорил о том, что перекладывают ответственность государства, залезают в карман больных, и таким образом хотят что-то реформировать. По всем разговорам о децентрализации, о том, что повышается финансовая самостоятельность регионов, делают орган, агентство, которое в ручном режиме будет распределять весь медицинский бюджет, 97 миллиардов гривен, вплоть до ФАПа. То есть, местные советы, областные советы уже исключаются из этого. Все будет делать чиновник. На чем еще, извините, на чем еще на следующей неделе будет акцентировать внимание Верховная Раде оппозиционный блок? Оппозиционный блок занимает свою следующую позицию. Первое. Значит, он должен, должно отчитаться правительство и представить программу выхода из экономического кризиса. И на базе соответствующего уже программы, если она будет принята, будет тогда, значит, парламент принимает законы, которые реализуют программу. Второй момент. Мы обязательно акцентируем внимание и поставим вопрос о политических репрессиях. Ведь что сегодня произошло? Сегодня арестовали на два месяца без права залога бывшего министра юстиции Лавриновича. Какая реальная причина ареста человека, который никуда не прятался, жил в стране, ходил на допросы и был законопослушным гражданином. Неделю назад, в прошлое воскресенье, было отвратительное событие, которое опозорило нашу страну в глазах мирового сообщества. Когда лицо кавказской национальности с компанией своих соратников грубо нарушило государственную границу, а президент Порошенко и его команда, которая обязана обеспечить неприкосновенность границ, дали какие-то невнятные комментарии, и никто из этих людей не понес ответственность. Пока были аресты только двух жителей Полтавской и Волынской областей, по-моему. Нашли каких-то двух козлов отпущения. Чтобы отвлечь внимание от этого безобразия, решили арестовать Лавриновича, чтобы показать, что вот они борются с нарушителями конституционного порядка. А на самом деле реальная причина это попытка отвлечь внимание от того, что президент и его команда не выполнены данные им конституционные права по защите государственной границы. И мы обязательно этот вопрос поднимем, мы обязательно на нем будем стоять. И требовать освобождения Лавриновича.